холла мига снова и снова я и снова резьба резьба револейшнс 2 на этот раз третий эпизод вспоминаем что было прошлой серии тем более что все мои сываки как обычно пошли по пилотке потому что потому что игра в пираточку но покупать игры по эпизодам я ж не ебанько правильно 4 раза покупать у них по сути одну и ту же игру хорошая идея капком хорошая попытка но нет пожалуй откажусь тем более если бы ладно вы на мои деньги что-то хорошее после этого сделали а так я что-то все больше вас сомневаюсь и так обнаружила сестичка вески рачье появление я предсказал за минуту до до ее дебюта на экране многие спросили меня как я догадался даже эфи не поняла как я догадался там просто в записке манте слова сын написано в кавычках а вес кир он как бы не был так 3 эпизод и приговор вес кир короче когда папа там своего убивал там говорил вроде о том что он там приемный сын там то есть старик говорил что он типа вес киро создал там много что было про бога и в записке на и в записке тоже про бога говорилось поэтому я сопоставил короче это элементарно ватсон ё-моё ну где игра то пора уже пыщ-пыщ в и вилл визы не шутер убрали так я хоть тут сейчас пошмаля она что от них убежала горбатая смогла от них уйти галопом какие ноги какая жопа самолета месседж в нем написано идите заработать на завод одну к токарному станку другую к слесарному так да у меня забрали дробовик понятно с таким успехом можно в эту игру играть на легкой сложности на самом деле потому что все мои апгрейды пропадают все мои пушки пропадают как мне под конец бороться с усложнившимися мобами если у меня устаревшее оружие непрокаченное вот дерьмо собачье что у неё на футболке написано луз орлайф проиграй или живи чё-то типа того этот знак гласит том что разворот запрещен только вперед теперь шеф чей шеф патроны к пистолету пулемету к слову которого у меня тоже нет о боже как я сейчас буду играть я не понимаю что я буду делать лупс какая неловкая ситуация ну давай эластичный пакет да кому нахрен нужен пойти в этой части нечем забивать инвентарь и вот в первые дизбевые в переиздании придумали свой эластичный пакет цены бы ему там не было здесь у нахрен не в персе никому кстати я чё-то припоминаю что у меня вроде как автомата утелок не было никакого так что я не понимаю кирлинг что такое кирлинг не надо шкурку поменять я и просто я даже на дорогу не смотрю когда бегу я смотрю на ее жопу если честно магнит для глаз моих о очередной акт издевательства над иисусом походу в этот раз ему даже бороду сбрить это вещь нила а вот собственный мой стульяк я смотрел какую-то документалку то он говорили что у изишка заедает просто даже не в состоянии отстрелять отстрелять обойму какой то из патронов встает там поперек поперек ствола или поперек затвора происходит бздыньк и отбой тревоги так что же у меня есть двустволка дедушкина и помповый дробовик бабушки я думаю дробовик победит так и здесь стол для апгрейдов ну пожалуйста но что-нибудь то должно было остаться о боже о не хуахуа оружие то прокачано а я вам скажу почему потому что у меня сейвы почему-то в игру вписались нет второго эпизода от первого от этот поворот урон быстрое заряжание давай-ка быстрое заряжение сюда а урон мы пожалуй огневая мощь 70 мпм господи как они догадались пистолет макарыча нашего туда или у них что-то похожее свое есть вряд ли вряд ли что-то может быть похожим на это о а так хорошо добро пожаловать в зад ну букву z почему-то забыли дописать или она стерлась наверное от времени шрифт такой вообще как будто в пойнте написано так а ты с фонариком ты ничего тут блестящего не нашла нельзя нельзя забывать про эту важную опцию что она с фонариком может найти вам патронов сама она этого не сделает к сожалению так ну что будем с гейской пукалки шмалять так там что-то кто-то на полу прилег да перекрестие прицела конечно выглядит в этой игре на редкость стремно она вообще как-то даже не пытались его сделать каким-то приемлемым оно просто огромное и некрасиво пыщ 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 так клиент готов пыщ 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 а нормально я просто думал что кто-то сзади подкрался это коза ни хрена тылы не прикрывает так что есть полезного в этой комнате мне туда не войти да хорошо пахучий химикат хотя моё внимание привлёк больше шланг на полу так так там всё горит красным а эта стрелочка указывает а это не выход часом пустая бутылка мой рассобирай сдадим на выходе пацаны из 90-х помнят наверное да эти ценники полтора рубля за батл потом два рубля за батл сука ой блин а так тут ни хера о нифига себе и вот здесь наверно нужен ключ да доброе утро товарищ этот светлый день предвещает светлое будущее ну а дальше чего не говорит если они думают что в советском союзе вот так вот вещали у меня для них плохие новости они мало что мало что знают товарищи начинаем утреннюю зарядку а утреннюю гимнастику вот как было во первых утро начиналось с гимна но сейчас кстати по утрам кто встаёт в 6 те тоже могут заметить что утро стало начинаться с гимна по телевизору я как-то раз видел по радио само собой о туалетная бумага почти неиспользованная а ёбаный телефон да кому ж там чё надо то ну ёб твою медь какой раз думаю о том что надо выкинуть к херам собачьим телефон нет чё выкидывать я его продам я его продам и не буду себе покупать вообще мобильник не хочу чтобы мне звонили человек которому как скажешь которому ты понадобился срочно блин ты ему нужен не для какого то там интересного дела ты ему нужен чтобы тебя напрячь а когда тебя не могут достать позвонив на мобильник они достанут кого то другого мне кажется это ценное преимущество потому что ситуации когда мне надо кому то резко позвонить бывает где то 800 раз реже чем ситуации когда я кому то резко понадобился мне кажется мне кажется логично просто нахер не пользуется но с другой стороны с другой стороны я бы знаете не отказался от такого гаджета как переносной интернет без телефона вот чтобы у него было все вот нет все только телефон ну интернет ну нахер нельзя было мне позвонить на него сканирование сканирование сетчатки кому то надо глаз высосать ой там магнум лежит походу а он спит или чё эй блять какой выстрел да пули сквозь него пролетают просто напросто так мне нужно кому то высосать глаз и принести этот глаз сюда очень чёрные очень ясные а это другой сортир уже другой так посмотрим ноги видны чьи нибудь вот там вот смотрите в конце видите на полу вон спалился чувачок надо было на унитаз вставать ну вообще то так или иначе гаешный ключ бы его спалился мойра обернулась назад как будто собралась прикрывать меня реально а чё это заебись его теперь все трансформеры что ой мойре немножко не повезло она была типа при смерти а что это такое вот эти вот героинки находить а вот оно чё рисунок кафки фонариком надо их высвечивать я просто уже какой раз их вижу но не придавал им никакого значения заперто заперто с другой стороны должно было быть западло говорит мойра и говорит она чертовски верно и так снова закрытая дверь а нет это открылось ой мм какой интересный дизайн наверно натяжной наверное ё-моё так здесь есть птичка у птички в клюве глазик я вижу мое мергает у второй птички я вижу ключик в клювике а мойра мне нужен твой глаз видишь ли нужно вставить что-то взамен блять хватай ключ тогда тоже ну ты чё ёбнутая дорогая о всё и чё никуда дальше что-то ебула какая-то я вообще нихера не понял нужно подождать пока она сломает ключ а потом что какая-то загадка странная я надеюсь что сохранение в комнатке в комнатке посмотрите на ощущение ты должен просто принимать твою мать спокойно как девушка взрослая и что это блять значит ты должен просто согласиться а вот тебе следует принять свою смерть тихо по взрослому хороший совет хороший совет ядрись ты конем а чё двери закрываются да попробуем за эту кобылу конечно гвоздодёр недостаточно крут чтоб сломать сраную эту статую и откуда-то здесь взялась блять решётка ну и чего да это очень крутая загадка она мне нравится всё больше и больше только я ну как вы могли заметить не маленькая маленькая но я нихуя не могу ловить логики событий в этом эпизоде давайте внимательно посмотрим давайте с фонариком посмотрим по правде сказать я нажал на выстрел кинь туда блять свой лом ёбаный в шестерёнки в эти аааа глаз можно вставить обратно как то я случайно до этого допёр я даже не допёр я случайно нажал что то я не подумал об этом вообще не подумал о том что глаз можно вставлять назад это чё за хуйня ни хера вас рабочий день начался пошли-ка отсюда в пизду а вот они работяги лежат красавцы а и всё я сделал круг отлично отлично вообще неплохо и так вот он бюст вождя что же нас здесь ожидает ну ой блять да ёбжа да ёбжа ж ты налево тут нахуй ха 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 блять прекратите нахуй это делать дерьмо ослиное я уже блять 15 раз вздох блять хватит здесь еще какие-то видимо хищники эти из фильма блять хищник итак тут блядский сенсорный пол да а у нас есть что-нибудь что можно бросать просто пустая бутылка нет просто пустой бутылки нету да ёбаный в рот я же бежал они не могли успеть но тут такая наёбка что она сама останавливается ее расстреливают ай боже бляха муха ёб твою мать но здесь явно нужна тёлка с фонариком я увидел какие-то следы на полу которые вообще не понимаю чем не могут помочь вот смотрите а дальше они куда-то пропадают кто тут босой ходил интересно ну давай попробуем ну давай попробуем ну 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 где дальше то Тихо, тихо. Не знаю, зачем я иду на карачках. Наверное, чтобы она шла медленно просто. Стеклянный глаз. Хе-хей. Мать твою. Итак, стеклянный глаз стал моей добычей теперь. Вдруг пригодится, блядь. С чего вы взяли? Наверное, с того, что тут повсюду, блядь, сканеры сетчатки. Нет? А-а-а! Вместо настоящего вставим. О, боже. Ну, блядь. На. Сваливаем отсюда, пошли не в жопу. Там этот с топором, на которого все патроны уходят. Мне такое вообще не устраивает. А, она сама вставляет искусственный глаз на место. По-моему. Блядь. Так мы искусственный взяли или вставили? Ни хрена больше нельзя сделать. Вот эта автоматизация после... Особенно после ремейка сбивает с толку. Заходим, заходим. Оружие, которое вы можете нести, автоматически отправится на верстак. Заебись. Ты можешь зайти в эту блядскую комнату, а? Она его ослепила. Да я его даже бить не буду. Съебаем отсюда, нафиг. Почему у меня отобрали нормальный дробовик и оставили двустволку? Нелепость какая. А в эту дверь она сама сейчас вышла, кстати. Почему-то, не знаю. Я на... Рашем к двери подбежал, она взяла в неё и вышла. Так. Да ёб твою мать. Вот так вот. Та-дам! Шикарно. Я вооружён и дьявольски опасен. Знаете, первый эпизод был очень лагающий. Второй был не лагающий. Третий снова начал полагивать. Немножко, немножко это бесит. И что бы... А, и что бы, смотрите, чтобы прислонить искусственный глаз, надо к двери подойти было. Сейчас, походу, неважно куда, но вот там, где магнум лежит, надо к дверям подходить, а не к... к этой хрени. Ах, это смеет как кауши. Они должны были оставить животных в здесь. Стоило лошадиное, да? Но это... Теперь мой костюм для Родео стал как бы в тему. Уже здесь есть кони. Так, ну мы пришли на очередную скотобойню. Я думаю, что на этом серия закончится. Две загадки разгаданы, это неплохо. Тем более, что... Как она жопой виляет. Ай-на-не, ай-на-не. Понятно. Хех, Лара Крофт. Резьба. Теперь еще и выгол визыни. Телка жопастая. Кошмар. То есть, игровая индустрия стала бороться с гейством посредством игровых персонажей. Ладно. Амигос все. Что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. Адьё. Субтитры создавал DimaTorzok